В эфире полезное шоу «Утро дома», которое для вас сегодня ведем мы. Анна Кутина и Юрий Критенко в компании нашего маэстро Жанна Яночкина и кулинара Яна Нгуэна. Всем известно, что зелень вообще и салат, в частности, очень полезный, отличный продукт. Но некоторые не знают меры даже в употреблении салатиков, таких безобидных, казалось бы. На днях любительница зелени из Америки победила в соревновании по поеданию салата. И не у кого-нибудь, а у двух гигантских кроликов. Девушка умудрилась съесть полтора килограмма салата за 10 минут и выиграла это соревнование. Молодец. Ты знаешь, я уверена, что она в качестве приза получила еще один пучок зелени. Созанатто Тони Здравоко говорит, ну и я тоже так считаю, справедливо по отношению к полезной пище. Особенно к специям, о которых мы сейчас серьезно поговорим. С наступлением холодов и морозов хочется согреться не только благодаря теплой одежде, но и с помощью еды и пряных напитков. Зима – период яркого вкуса и праздничного настроения. Эксперты советуют в это время обратить особое внимание на специи, которые согреют в морозные дни и укрепят здоровье. Попробуйте добавить полезные пряности в свой рацион, наслаждаясь их изысканным ароматом. Какие же специи лучше употреблять зимой? Поддержать наши силы в зимнюю стужу, побороть хандру и наполнить организм энергией поможет имбирь. Эта специя номер один, знакомая многим. Мощная поддержка для иммунитета, противовоспалительное и согревающее средство, разжижающая кровь и незаменимая при простуде и вирусных инфекциях. Проще всего приготовить имбирный отвар, добавив в него немного меда и лимона. Корень имбиря можно натереть на терке и залить кипяченой водой. Это достаточно крепкая специя и может раздражать слизистую пищевода, желудка и риски развития эрозии, гастритов, язв даже. Топовой пряностью считается солнечная куркума, которая тоже согревает. Она содержит мощный антиоксидант куркуми. Полезное вещество снижает уровень холестерина в крови, борется с воспалениями, улучшает работу мозга и состояние кожи, но плохо всасывается в кровь. Поэтому употреблять куркуму лучше вместе с жирной пищей. Например, можно приготовить плов, туда добавить куркуму. Можно добавить в кашу, там гречка, например, масло, добавили на кончике ножа куркуму. Или картошка, например, с куркумой. То есть жирным продуктом. Но увлекаться специей не стоит. Черный перец – незаменимая приправа на кухне, особенно в холодное время года. Она улучшает кровообращение, борется с тромбозом и является противопростудным средством. Кстати, аскорбиновой кислоты в перце примерно столько же, как в апельсине. Эту пряность можно добавлять в самые различные блюда. Например, паперчи, мясо, птицу, яйца, хорошо с белком. Они будут улучшать пищеварение и ни в коем случае не употреблять натощак. Все специи, они агрессивные, потому вы их мешаете с едой, употребляете вместе с едой. Один-два зубчика чеснока станут отличным дополнением к зимнему рациону. Доступная специя нормализует обмен веществ, снижает кровяное давление, стимулирует аппетит и помогает организму бороться с простудными заболеваниями. Это природный иммуномодулятор, который придает силы и служит профилактикой атеросклероза. Чеснок тоже хорошо, но во время еды. Чеснок содержит много аллицина, который хорошо для сосудов, то есть снижает уровень холестерина и хороший имеет эффект антисептический. Зимой полезны также кориандр, гвоздика, корица, тмин и кардамон. Эти ароматные магические пряности являются источниками пищевых волокон и ценных микро- и макроэлементов, улучшающих метаболизм, успешно расщепляющих жиры, стимулирующих пищеварение и обладающих согревающим эффектом. При этом важно помнить, что специи могут вызвать аллергию, и переносимость каждой из них строго индивидуальна. Если сомневаетесь в какой-то пряности, лучше обсудите это с врачом. Так вы принесете своему организму максимум пользы и здоровья. Продолжение следует...